Акция «Неделя доброты» охватила несколько учреждений здравоохранения Ульяновской области. К примеру, медперсонал Центральной городской клинической больницы получил по витаминному набору фруктов. Нам очень приятно получать такие подарки. Спасибо вам огромное. Помимо этого, благотворительный фонд «Дарит добро» также передал медучреждению дополнительные средства индивидуальной защиты – пульсоксиметры, термометры. И сегодня, в такой прекрасный день, в первый день зимы, мы приехали в Центральную городскую клиническую больницу для того, чтобы поблагодарить и немножко поддержать наших медицинских работников, которые борются с ковидом. Самое главное – это внимание людям. Это важно. Сегодня в этом внимании нуждается каждый. Каждый из нас. И у меня только одно есть слово – огромное-огромное спасибо за то, что сегодня происходит. Напомним, с 1 ноября Центральная городская клиническая больница полностью перепрофилирована под ковидный госпиталь. На начало зимы в учреждении проходит лечение больше 480 пациентов. Но, как утверждает главврач, больница ситуация меняется в лучшую сторону. Выписка и госпитализация примерно одинаковы. То есть мы лечим столько же людей, сколько и госпитализируем. Иногда даже бывает больше выписываем, чем госпитализируем. Но, на мой взгляд, все-таки потихоньку вирус начинает уходить. И я думаю, что он со временем уйдет. И я абсолютно уверен, что мы с ним справимся. Также в регион было передано 55 тысяч упаковок препаратов для профилактики лечения коронавирусной инфекции – гриппа и ОРВИ. Лекарства компании «АТСИФАРМ» направлены для детей и медработников в детскую городскую клиническую больницу в Ульяновском, областную детскую клиническую больницу имени Горячего, областную детскую инфекционную больницу и городскую клиническую больницу номер один. Благодаря такой большой поставке мы впервые будем на приеме у врача, родителям передавать такой лекарственный препарат, как «Генферон Лайт», который может использоваться как для лечения, так и для профилактики острых респираторных вирусных инфекций у детей до 7 лет. И вот в этот эпидсезон, в зимний и весенний период, нам этих препаратов будет достаточно. Как сказали врачи, этих препаратов хватит для лечения и поддержания здоровья пациентов и медиков на весь зимний и весенний период. Ирина Антонова, Данила Сурков, Новости Управда ТВ.